Когда я буду подсумевывать вынеки того, что мы видели, я сказал, что проведение этих мятцовых выборов еще раз яскраво засвечуло те застарелые проблемы в нашем выборчном законодательстве, которыми мы затыкаемся уже последние годы. И, на жаль, те все рекомендации, которые делались попередними и назиральниками мятцовыми белорусскими, и назиральниками международными ОБСЕ, они не были увеличены и зараз под час внесения изменов и дополнения в выборчий кодекс, которые были сделаны при конце минулого года. Я нагадаю, что это были первые выборы, которые отбывались, поводили возле изменов выборчего законодательства, и зараз в некотором сенте мы можем оценить, каким чином поплывали в эти измены на проведение выборчего процесса. И могу одразу сказать, что, на жаль, они не зарабили выборчий процесс больше прозрастным и демократичным, а в некоторых выпадках, как нам подается, нам эта ситуация и погушилась. Если говорить про первые этапы кампании, формование выборчих комиссий, и округовых, и территориальных, и участковых, то мы так само назираем ту самую тенденцию, которую назирали на передние выборы. То есть, что проходность, так званая, как мы ее называем, оппозиционных вылученцев комиссий, значительно меньше, чем такая же самая проходность в отношении представленников правовладных политических партий в этих громадских объединениях. То есть, это свидетельствует то, что органы, которые формовали комиссии, протягивают селективный подход при формовании комиссий. Это первое. Другая сама процедура формования комиссий застается в большинстве своей закрытой для назирания. То есть, представники компании в большинстве выпадков не допускались на поседжение органов, которые принимали решение формования этих комиссий. Ну и так само, те назиральники, которые все-таки присутствовали на этих поседжениях, засвечили то, что ніякого реального обмеркования кандидатуров, вылученных в склад комиссий, не отбывалось. Все это принималось в основном списом. Кандидатуры были зараза одобраны в этой комиссии. И все это просто носило, я бы сказал, техничный характер. И в связи с тем, что критерии отбора комиссии отсутствуют, это позволяет органы, которые формуют комиссии, абсолютно отбольно принимать следующие решения до чинения следующей кандидатуры. Ну и, конечно же, наиперше, великую важность, играя, кто получал в этом претендентов комиссии. И в связи с тем, что критерии отсутствуют, вскарживать такие решения в судах просто бессансово. И эта норма кодекса не працует, и зараз это в черговый раз было засвечено. Покольки нема претендентов сплечки, то и нема еще вборскаживаться. Что относится регистрацией кандидатов депутаты, так само засталась неизменной закрытость, тотальная процедура проверки подписов. Наши мазеральники в 100% не смогли присутничать непосредственно при проверке подписов выборчими комиссиями. А это вельми принциповый момент, по кольки выборчий кодекс вельми докладно прописывает процедуру, каким чином повинна отбываться проверка подписов. И после того, как комиссия принимает третьей решение, вельми тяжко давать оценку, на кольки, что эти процедуры были выполнены. Треба означать, что на этих выборах был великий процент безальтернативных округов. 88% выборчих округов на их выборах были безальтернативны. А на двух выборчих округах в уголе не стало кандидатов по разным причинам. Треба будет запроводить там кауторные выборы. Однако, например, некоторые кандидаты столкнулись с тотальным обмежеванием своих мощностей в агитациях. Это Дубоносову Миташевичу, який не сдолил провести аневодность встречи с выборщиками. Ему просто отмоляли в предоставлении помешкания по самых хороших причинах. Потому что это немогчимо просто, альбо потому что там ремонт. Но Тебангадач, что его конкурентом был директор предприемства Гранит, на котором он працевал. И сборал незалежный профсоюз Гранитовский. И был за это связано с вольными спорами. Альбо добротвор кандидат, який, по-перше, был зарегистрован из великими тяжкостями про суд. А другое, на протяжении всей своей агитационной кампании, что знакомился с судякими перешкодами. От конфискации улетов до затриманья в огонах. Ну а наприконце апофеозом всего стало то, что вот этот плакат, який вырубил, добротвор. Комиссия территориальная углядела в им заклики доволтованного изменения конституционного лада в этом плакате. Не больше, не меньше. Так само у них были претензии до этих улеток, где они увидели распаливание национальной ворожести по межбратскими русскими и белорусским народам. Вот это, разумеется, вот в этой вот фразе, где он пишет, что белорусы не повинны удельничать в чужих войнах и оборонять чужие экономичные корресы. А вот в этой информации про политвязню комиссия углядела поклёп на должностных лиц Республики Беларусь, которые выносили приговоры в отношении этих лиц. Это значит, что неводного противща ни одного службы особого дознанных влётках нема. Мы, конечно, при таких обстоятельствах, проанализовавши все эти этапы и начинающих с формования комиссий, заканчивающих под ликом голосов и разглядом скаргов, мы, конечно, не можем не лечить, что выборчий процесс произошёл серьёзными порушениями принципов демократичных и справедливых выборов, которые замоцеланы. И у международных домов в нашей крае, перш за всё, в стандартах АБСЕ, и у белорусским законодавств, что вельми важно. Белорусское законодавство так само не выполнилось. И сами выборы, и атмосфера политического переследования и репрессий в оппонентах УЛАДы, на фоне которых отбывались выборы, вельми негативно уплывали на свободу выбору и непрозристость под лику голосов, не дае подставову свержать, что выники выбора одли устробует воля выявления белорусского народа. Вот так, поглядевшую за всё этой кампанией, такое складывается вельми мощно устойливое уражение, что есть два боки в этом процессе. Один бок – это как ставятся для этого выборщики. Громадство отвыкло от выборов, которые на самом деле являлись выборами. Для громадства это ритуал, который, ну для большинства, конечно, есть разные люди, многие просто не ходят, но в целом громадство и то, что ходит, и то, что не ходит, а погажается с выниками, просто привыкло до такого ритуала, который называется выборчая кампания. Уже видовочно большинство людей просто не задумывается, для чего выборы реально потребны, и при какой процедуре в уголе отъехать в совет.